Солнце Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вам познакомиться с интересными фактами и обзором детских книг о Солнце. 3 мая отмечается Всемирный день Солнца. Солнце – это звезда, расположенная прямо в центральной точке нашей Солнечной системы. Это одна из нескольких причин, по которым жизнь существует на нашей голубой планете Земля. Оно также ответственно за различные погодные условия, которые мы испытываем. Интересные факты о Солнце Солнце сформировалось около 4,6 миллиардов лет назад из-за распада части гигантского молекулярного облака, состоящего в основном из водорода и гелия. Сейчас Солнце находится примерно в середине своего жизненного цикла. Теория о том, что Солнце является центром, вокруг которого вращаются другие планеты, была впервые предложена древнегреческим философом Аристархом Самосским в III веке до н.э. Солнце относится к типу желтых карликовых звезд. В разное время суток наше светило кажется нам имеющим разные оттенки – желтый, оранжевый, красный, но на самом деле оно белого цвета. А, например, желтым мы видим его с поверхности Земли, потому что его лучи преломляются, проходя сквозь атмосферу. Но если вам посчастливится стать космонавтом, вы увидите, что из космоса все звезды, включая наше собственное светило, выглядят белыми. Солнце – звезда средних размеров, но даже в ней могло бы поместиться 1 миллион 300 тысяч таких планет, как Земля. В наблюдаемой Вселенной есть многие триллионы звезд, превосходящих Солнце размерами в сотни раз. Температура поверхности звезды составляет 5500 градусов по Цельсию, в то время как температура в ее ядре может достигать 27 миллионов градусов по шкале Цельсия. В короне Солнца она может достигать 10 миллионов градусов. На Солнце есть пятна. Это область с более низкой температурой поверхности, всего около 4-4500 градусов Цельсия. Солнце состоит из водорода. Этот водород превращается в гелий через процесс, называемый ядерным синтезом. Именно эта атомная реакция вызывает огромное тепло и свет, излучаемый Солнцем. Как только весь водород превратится в гелий, Солнце умрет. Это произойдет через 5 миллиардов лет. Гелий получил свое название в честь древнегреческого солнечного бога Гелиоса. Когда весь водород превратится в гелий, Солнце станет красным гигантом. После превращения в красного гиганта наша звезда увеличится в диаметре примерно в 256 раз. Как только Солнце достигнет своего красного гигантского состояния, оно начнет постепенно уменьшаться под действием собственного, внутреннего и мощного гравитационного притяжения. В конечном счете Солнце уменьшится до размера нашей Земли. Тогда его назовут белым карликом. Расстояние от Земли до Солнца 149,5 миллионов километров. Свету от Солнца требуется 8 минут 20 секунд, чтобы достичь нашей планеты Земля. Скорость распространения солнечного ветра в пространстве достигает 450 километров в секунду. Полярное сияние вызывается солнечным ветром, сталкивающимся с верхними слоями атмосферы нашей планеты. В обычный телескоп смотреть на Солнце по понятным причинам нельзя. Для этого есть особый инструмент, отчасти с ним схожий – гелиограф. Увидеть солнечную корону невооруженным взглядом можно только во время полного солнечного затмения. В состав Солнца входят и различные металлы, правда, ничтожно малых по сравнению с гелием и водородом количествах. Масса растворенного в солнечной материи золота примерно равна массе карликовой планеты Церера. Перуанская валюта называется соль, что на испанском языке означает «солнце». На флагах многих стран изображено солнце. Это символизирует свет, жизнь, подвиги и процветание. Книги о солнце Наталья Ключарева Солнце – наша главная звезда Вокруг солнца крутится не только земля, но и вся жизнь на ней. Оно может укреплять и питать, а может выжигать и убивать. Давайте внимательнее приглядимся к светилу, знакомому нам с детства, узнаем, что думали о нем люди древности и что известно о самой главной для нас звезде сейчас. Ефрем Левитан, Алька в Солнечном Королевстве Можно ли просто и увлекательно рассказать о сложной науке астрономии, как проникнуть в тайны рождения и жизни далеких звезд и планет, Почему людей Земли так интересует загадочное огненное солнце? В книге Алька в Солнечном Королевстве Ефрем Павлович Левитан, один из лучших знатоков астрономии, отвечает на все эти и многие другие вопросы. Вместе с главными героями, Алькой и Светой, дети попадают в сказку, сочиняемую папой. Вездесущие, любознательные гномы Кнопкин и Недоучкин вместе с ними отправляются в необыкновенное звездное путешествие. Ефрем Левитан, Солнышкино Королевство Дети папы астронома, любознательные Света и Алька захотели узнать как можно больше и о соседях нашей планеты по космическому пространству. Проводником детей по Солнечной системе становится любознательный гном Кнопкин. Вместе с ним ребята отправляются в сказочный полет к далеким планетам и во время своего большого космического путешествия узнают о том, что видно и что не видно на Луне, добрая ли красавица Венера, где живут Церера и тысячи ее сестер, и почему Земля никуда не падает. Ефрем Левитан, Тайны нашего Солнышка Еще одна научно-популярная детская энциклопедия Левитана по астрономии, написанная в сказочной форме. Из познавательных диалогов с папой Света и Алька узнают о том, что такое Солнце и что умеет лучик, что делает Солнце, когда возмущается, а также о том, почему люди когда-то боялись Солнца. Удивительные истории Ефрема Левитана легко и ненавязчиво знакомят детей с азами астрономии. Понятные объяснения, простые опыты и забавные ошибки гнома-недоучкина делают обучение интересным и веселым занятием. Как работают солнечные часы? Почему появляется тень? Как сделать солнечный телеграф? Далеко ли до Солнца? Как соорудить атомный конструктор? Что построит гелио-архитектор? Обо всем этом и многом другом расскажет книга «Тайны нашего Солнышка», увлекающая в мир астрономии не только ребенка, но и читающего ему взрослого. Лев Аборин Солнечная система Космические стихи и научные комментарии Солнечная система это стихи о космосе, дополненные интересными научными фактами. Если вас волнуют звезды и астероиды, если хочется разобраться, как устроен мир, если вы любите захватывающие путешествия, эта книга для вас. Вы узнаете о планетах, которые вращаются в неправильную сторону, о сюрпризах Марса, о дожде из алмазов, о том, когда прекратятся солнечные затмения и о том, что у Плутона есть сердце. В изучении космоса вам поможет «Солнечный ветер» герой книги, которая расскажет обо всем, что есть в Солнечной системе и проводит вас до самой ее границы. Яркие иллюстрации в книге дополнены фотографиями космических аппаратов. Все фотографии предоставлены НАСА и Роскосмосом. А гостина Троини Солнце надевает пижаму. Солнце хочет узнать, что бывает на земле, когда оно ложится спать. Почему ночь – это ночь, а день – это день? Кто не спит по ночам? Как ведут себя ночью животные и растения? Кто из людей работает по ночам? Юные читатели проведут эксперименты со светом и тенью. Очень интересные и очень простые в исполнении. Эрих Юбилакер Солнце Поиск новых источников энергии заставляет человечество серьезно исследовать Солнце, дневную звезду, горящую свет, тепло и энергию. Солнце занимает весьма скромное место среди двухсот миллиардов звезд, составляющих Млечный Путь. Но по нашим земным представлениям размеры Солнца колоссальны. Всего за двадцать восемь минут оно посылает к нашей планете энергии больше, чем человечество может потратить в течение года. Из этой книги вы узнаете об интереснейших исследованиях Солнца, о солнечных пятнах и полярном сиянии, солнечной энергии, о магнитных бурях, сoks. Продолжение следует...